Знамя в руках молодых патриотов – точная копия штурмового флага, водруженного военнослужащими Красной Армией около 3 часов утра 1 мая 1945 года на крыше здания Рейхстага в Берлине. Большой вклад, великую победу внесли медицинские работники Сочи. С начала войны наш город стал госпиталем, где лечили не только раны, но и душу, даря солдатам надежду и веру в мирное небо. О многих интересных фактах военного времени жителям и гостям курорта расскажут ученики 15-ти общеобразовательных учреждений, которые принимают участие в акции «Эстафета памяти». Знамя Победы – это наша история, легендарная история. Знамя Победы – это наш символ, символ Великой Победы. И это память еще о тех, кто ковал Победу. Это то, чем мы гордимся. Как никогда важно сегодня именно вспомнить, донести нашему подрастающему поколению, нашим детям, внукам, великий подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Рассказать об этом. И то, что сегодня объявляется старт этой важной акции, мы считаем, что это старт великой патриотистской работы. Жители Сочи обязаны чтить тех, кто ценой своей жизни подарил жизнь другому поколению, утверждает мэр. Ведь эти люди будут вечны только тогда, когда о них будут помнить. В Сочинском музее история Великой Отечественной до сих пор собирается по крупицам. В фондах музея насчитывается более 5000 единиц хранения. Это документы, листовки военного времени, письма с фронта, фотографии, которые отражают историю госпитальной базы. Фото 111 госпиталей, которые работали вот в этот период, в период Великой Отечественной войны. В строй было возвращено более полумиллиона солдат. Сейчас даются разные цифры. Около 400 тысяч вернулись в строй солдат. Но, вы знаете, очень многие не учтены. И сегодня работа над вот этой книгой памяти, она продолжается. Именно поэтому эстафета памяти стартовала здесь, в Музее истории. Анатолий Пахомов вручил знамя председателю краевого отделения Союза ветеранов Афганистана. Человеку, который не понаслышке знает о важности сохранения истории и необходимости патриотического воспитания молодежи. С сегодняшнего дня до 22 февраля знамя будет находиться в санаторно-курортных учреждениях Лазаревского района. Затем до апреля посетит объекты Центрального и Хостинского районов. А с 27 числа по 3 мая пробудет санаторий в Адлере. Последним пунктом станет Вилла Вера, откуда в день празднования Дня Победы флаг торжественно пронесут к стеле во имя жизни. Татьяна Нагорская, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.